Привет, друг! С тобой Аван. Продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, всё как всегда. И сегодня вместе с тобой поговорим о Hotfix. Что изменилось, моя реакция и ответ админам. Поэтому желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Вчера, вторник, 18 января, плюс-минус 2 часа дня, выпускают Hotfix, разработчик CCD, и что же они как бы изменили. Зима в штате закончилась, бородатый парень с подарками ушёл и забрал ёлку и магазин за леденцы. Это просто отдельная тема. Добавлены новые задания для доски и скорректированы некоторые задания. Добавлено значительно больше точек спавна на территории захвата, добавлен временный пассивный режим после респавна на захвате, изменены бонусы фракции. Теперь корпораты получают 5% к зарплате на работах, а гонщикам дают 5% скидки на транспорт в автосалоне. Одна фракция теперь может владеть не более чем двумя территориями. Всё, что они написали, но по факту произошло намного больше. Давайте я вкратце расскажу, тем более сейчас будет моя реакция, как только это добавили на сервер, и что вообще происходило. Они кроме того, что убрали леденцы, как они написали, бородатый парень ушёл, но по факту Дед Мороз остался. Как бы они изменили XP и деньги на всех заданиях. Это тоже посмотрим дальше. И я спросил, леденцы поменять нельзя будет. Смотрим ролик, я там всё подробно рассказал, и просто сидим в шоке. Я, блядь, не могу просто с этого CCD, это пиздец. Прямо начинаем с БУ рынка. У меня, блядь, бомбит. Они говорят, пофиксили гелик, что он до 310 не разгоняется, а разгоняется до 280 максимум. Давайте выйдем сейчас на трассу и проверим. Но, сука, что меня бесит, прям пиздец, я готов прям... Это они, сука, взяли и удалили этого ебучего Деда Морозу, который на первой фотозоне, который, как бы, леденцы менял, сука, вместе с магазином. А у меня 10, ёб твою мать, тысяч леденцов! И что? А я теперь их в жопу засуну, буду сосать просто до следующего обновления. Зимнего. 2023 года. И тогда, может, поменяю. Я, блядь, думал, CCD, нормальный проект, как нормальный проект напишет. Дорогие игроки, завтра Дед Мороз уезжает в другой штат, либо какую-то херню бы написал. А кто не успел обменять леденцы, идите меняйте, ведь завтра магазин уже закроется. Как делают другие, блядь, нормальные проекты, которые предупреждают своих игроков. И все люди, у которых есть леденцы, они бы пошли поменяли. И всё. Но нет, блядь, CCD опять, как, блядь, с откатом этим ебучим. Ну ладно, с откатом. Хотя с откатом это тоже пиздец, потому что там, пацаны, капец, как много денег проебали. Если чё, откат был когда? В октябре, да? Ну могли, блядь, предупредить, что магазин заканчивается? Они нигде не написали. Половина пацанов писала, что они десятого говорили, но там, блядь, чтобы понять, что они десятого говорили, надо, блядь, 24 на 7 сидеть в этом дискорде, блядь, чекать смски от всех админов, блядь. И складать пазл и догадываться. Хорошо, что они в МТА написали на квесте, что квест заканчивается 18 января. В МТА. А в GTA V? Нахуя? Нахуя просто. Самый прикол в том, что когда был Хэллоуин, они в ВК и в Дискорде предупредили, что ребята, сегодня последний день Хэллоуина, лутайте маски и тогда-то, тогда-то произойдёт рестарт и маски уберут. А с этим они решили не предупреждать. А! Деда Мороза убрали! И Бородатый ушёл! Ага! А если вот так где-то здесь его метка была? А, сука, а каким раком они написали, что зима ушла, ёлку убрали, торговца убрали? Если, сука, Дед Мороз стоит! Небать, пацаны, если я слишком громко, извиняйте нахуй, потому что здесь, блядь, без эмоций вообще никак. Я ещё не понимал прикола, когда после... Я ещё не понимал прикола, когда после хотфикса как бы сидели админы в лодрайве, так понимаю, это Руденко или кто это, просто сидят и угорают в Дискорде. Ему говорят, типа, Гелик, блядь, не едет, 300, он уже стал хуже набирать. Он такой, а что, он 300 должен ехать? Потом ему пишут, типа, СВА едет или что там едет, я не помню уже. 186 или 200, не, вроде 186, типа, исправь. Он такой, а что, она должна ехать столько? Типа, что-то он там начал угорать, какие-то шутки придумывать нелепые. Также другие игроки, которые донатили на этот сервер, открывали кейс с Феррари F40, чтобы выбить её. Спрашивали у него, когда пофиксит Феррари. Если кто не знал, у неё максималка 250 км в час. И она больше не разгоняется. И то, чтобы разогнать 250, это прям пипец надо, как бы напрячься. Он такой говорит, блин, а зачем нужна тачка, если она 300 вообще не едет? Типа, ещё, ещё очень много, типа, таких ха-ха, хихи, ха-ха, я не знаю. Почему нужные функции на сервере, даже, блядь, тот самый банкомат, нельзя добавить? Они добавляют какую-то херню и фиксят свои старые ошибки. Как уже появился в Дискорде локальный мем. Всё за донат, будет тебе передача денег за донат. Новые скины за донат, новые тачки за донат, максималка за донат, друг за донат и т.д. и т.п. А теперь самое главное, это поехали, посмотрим, сколько же теперь сдают XP и денег за задание. Они там, говорят, урезали опять. Давай замерим, хотя похуй. 1.4 2.8 280 200, ну 300 я видел. Да не, гелик вроде как ехал, а так и едет. Ага, а их, кстати, по две территории на банду. Угу. Почему у корпоратов и у нас, если все были в красных, я не знаю. Знаешь что, они теперь урезали XP и деньги. Угу. За фотозону было 200 опыта, 150, они уже 120 сделали и по 4000. Там было по 5, по 10 тысяч, они уже сделали по 4. Окей, заправить. Ну, короче, где-то они вот эти опыта на 100, на 200 урезали. 160 тысяч дрифт очков, 140 XP. Что это за, просто за приколы. Две доставки курьера. Бля, я сейчас открою просто свои фотографии в телефоне, где есть вот эти все заказы. Бля, я вам скажу, сколько раньше давали. 55 литров топлива давали 33 тысячи и 500 опыта. Значит, опыта 50 добавили, денег сняли. Окей. Раньше за 100 металлолома давали 39 500 и 500 опыта. Сейчас дают 34 и 400 опыта. При том, что больше нужно копать. За 50 досок давали 500 опыта и 42 500. Сейчас дают 30 500 и 550 опыта. 175 картофеля. Раньше давали 32 тысячи и 700 опыта. Сейчас дают 27 тысячи и 400 опыта. 300 срезали. Очков дрифт я вообще, блядь, молчу. Это пиздец просто. Раньше за 230 тысяч очков дрифта давали 35 тысяч и 200 опыта. Сейчас, ну, подумаешь, там буквально немножко меньше. Дают 140 опыта и 28 тысяч. Раньше за 480 секунд дрифте давали 200 опыта и 37 тысяч. Сейчас за 470 дают 120 опыта и 29 тысяч. Не, ну это пиздец. Это пиздец. Мне просто интересно, что они с лимитками сделали. Прикол, там сделали по 100 тысяч и по косарю уровня. Можно сразу просто говорить. До побачья, блядь. Я сюда не зайду, но... Поготово на это посмотреть, да? Теперь золотые задания по 160 тысяч и по 4 тысячи опыта. Можете сказать, айва, но это же все-таки не так уж много. 40 тысяч на бабках потерять и тысяча опыта, то есть 3 левела. На самом деле, да, немного, но с другой стороны... Черт, обидно. Типа, если уже раньше было так сложно заработать денег на CCD и потом добавили эти задания по 200 тысяч и по куче бабок, уже раз бабки фиксили, типа, зачем второе фиксить? Если уже не хотели делать экономику прям такую жесткую, прям, что можно очень легко развиться, могли сразу бы добавить по 100 тысяч, там, по 3 уровня, да и все. Но, к сожалению, да. Поэтому будем теперь вспоминать те времена, когда золотые задания давали по 200 тысяч и по 5 тысяч опыта. Магазин сабинов леденцов будет реализован опять, или его уже брали навсегда, или леденцы еще как-то реализуют, или просто это уже как сувенир. Здравствуйте, вам придется начать сладкую жизнь. Останутся как сувенир. Заебись! То есть я проебал свои 10 тысяч леденцов. 10 600. Охуенно! Почувствую, когда думал заснять ролик, итоги зимнего этого обновления, покупаем леденцы, обмениваем, куча одежды, буду ходить, блин, специально я ходил вот этой херни, суприме, ну, суприме херня, конечно, которую мне подарили. Буду ходить в куче, там, синим, желтым, могу еще продать, еще перекупство одежды, будет весело. Почему они с тыквами предупредили, что завтра последний день, типа, заходите, а с леденцами не решили посрать нахер. Также в АК спросил, они написали, ивент окочи, леденцы останутся у вас. В итоге, блин, сколько я гучу костюмов мог собрать, чтобы продавать по 600 тысяч? Это 1200, 1200, это 2400, это как минимум 5 костюмов, по 600, от 3 ляма. В итоге, я сейчас, если леденцы раньше продавали по 300 рублей, по 250, ну, по 250, прям очень дохера продавали, по 200 рублей, я буду, блядь, продавать по 100. Лям 100. Это, конечно, лучше, чем ничего, поэтому, почему все так идет через жопу, а? Почему я хотел записать классный ролик, тыры-пыры, а вышло все по пизде? Почему они в МТА написали, что обменяются этими ебанными леденцами 18 января, конец, а здесь не написали? Знаете, вот, что я больше всего боюсь, что вот я сейчас отдал за лям 100 10 тысяч, почти 11 тысяч этих гребаных леденцов, да? Придут в игру, посмотрят, что леденцов больше нет, начнут делать бунт, и админки соседей, ладно, ладно, еще добавим там на 5 часов в этот магазин, кто не успел, обменяйте, и я, который обменял 10 тысяч только что на лям, вот это больше всего я боюсь, но так как они написали мне и там, и там что не будет, поэтому вряд ли, охуенно гучи костюм, мог купить 5 себе штук, и такой, и такой, и кофточки, и футболочки, и шапочки, и то я буду ходить в суприме, и в штанах, но вчера вообще был особенный день, потому что еще рейдж взломали, сервера легли, что смотра рейдж, что китае 5, уровни не бесались, какая-то дичь происходила, также они классно пофиксили свое предыдущее обновление, что после выполнения некоторых заданий в чате пишется задание, две скобочки выполнено, то есть зимние вам выдано 100 рублей и 150 опыта, то есть 150 опыта и 100 леденцов, класс, а у меня в принципе на этом все, пишите в комментариях как вам новый хотфикс, я надеюсь вам ролик понравился, лайки попрашивать не буду, кому ролик понравился, сам поставить, как бы не маленький, подписочку тоже можете оформить, если вам канал зашел и понравился, на свой был Эван, всем желаю хорошего дня, пацаны, всем удачи и всем пока, пока, всем удачи! Продолжение следует...